Доброе утро, мои хорошие! Я рада очередной встрече с вами. Сегодня будем распаковывать три заказа на 177 баллов. Конечно, покажу вам новиночки. Я уже парфюмерию открыла, протестировала, погуляла с ней даже на свежем воздухе. Один аромат меня очень удивил, и я даже в распаковке не буду полностью его описывать, просто задам вам направление и в отдельном видео поговорю о нем, потому что это что-то новое для Фаберлик. В Фаберлике я с таким не сталкивалась, и прям аромат достойн отдельного видео. Так что новинка классная. Ну, давайте все по порядку. Я заказала штаны. Третью пару. У меня уже две пары в черном цвете, и теперь будут в оливковом. Это трикотажные брючки, артикул конкретно этих 52, 80, 98. Я от них в восторге. Но настолько они приятные, настолько комфортные. Так классно сидят на моей фигуре. Они с лампасами, тут есть карманы. Они трикотажные. Ничего лишнего не подчеркивает, потому что бывает такой трикотаж, который наоборот портит всю фигуру, подчеркивает все некрасивые места. С этими брюками все отлично. И хочу попробовать в оливковом цвете, например, с джемпером молочного цвета. В общем, посмотрим, примерим. Не подойдут, верну, не проблема. Пришел мне новый каталог на главной страничке, на обложке. Новые молекулярные БАДы. Они на самом деле доступны директорам еще с прошлого периода. Випам уже в этом периоде они доступны, но я их не беру, потому что я хочу взять их с ВИП-скидкой. У меня две ВИП-скидки. И я буду брать по две баночки каждый каталог. Вот. И пробовать. Посмотрим. Ну, судя по обучению и всему, что я читала и слушала, это, конечно, новый уровень. Производятся они в США. Посмотрим, что будет. Наконец, я поймала на складе хлопковые трусы с липы с завышенной талией. Вот из всех трусов, что я брала в Аберлик, эти оказались самые классные. Они у меня вот новенькие, запечатанные. Мне придут еще 4 пары. Они в автозаказ упали. Артикул 92-00-41. Я в прошлый раз брала размер XXL, то есть 2XL. Вот. Потому что у меня все-таки бедра ближе к 2XL, а в талии, да, уже там пошел XL. То есть верх и талия у меня по размеру XL. И я решила взять трусики на размер поменьше, как раз-таки ориентируясь на талию. Вот. И чтобы такая легкая утяжечка была, потому что XXL мне прям так свободненько сидят. Вот. Давайте распакуем. Я даже, кстати, еще белые взяла у белых. Артикул 92-00-46. Вы простите, пожалуйста, у меня такой засвет. У меня сейчас проблемы с освещением. Жду новый штатив, точнее новую кольцевую лампу, пока приходится вот в кустарных условиях что-то создавать. Покажу белые, черные точно такие же. Белые я взяла одни только, потому что, ну, бывает такая одежда, когда нужно белые трусики. Я помню, у меня однажды были белые брюки. Я была еще молоденькая, мне было 19 лет, мы только с супругом дружили. И под низ белье у меня было голубого цвета, еще такое голубое леопардовое. Ну, у меня не было ни белого, ни бежевого белья, такие вот все подростковые трусики. И так получилось, что я намокла в фонтане, и это был такой для меня позор. Хорошо, что у меня была джинсовая куртка, я ее повязала на бедрах, чтобы этого не было видно. Вот так выглядят трусики. Класснючие. Кто-то скажет, что как бабулькины трусы, но я вот такие люблю. Особенно после двух операций на животе самое то. Тут всегда есть защитная пленочка. Хлопковые, классно. Так комфортно сидят. Они прям очень высокие, мне аж пупок закрывает. Вот такие вот классные трусики. И, кстати, вот тут у них достаточно невысокая вот эта часть, потому что бывают трусы прям очень высокие, некрасиво смотрятся. Тут вот все как надо, идеально закрывают. Точно такие же черные. И в распродаже белья. И периодически заглядываю, потому что белье Флоранж мне нравится. Я заказала себе бюстгальтер. У меня после того, как перестала вообще кормить, чашка вернулась к размеру B, и C мне совершенно не подходит. И чашка B бывает только в обхвате 85. В принципе, у меня все практически бюстгальтеры 85. Я тут пыталась вместе с хлопковыми трусами. Вышли у нас бюстгальтеры. Я брала там по обхвату 90, по-моему. И там чашечка уже C минимальный идет. Огромный. Поэтому заказала. Думаю, раньше 85 всегда было. Вот на мне сейчас бюстгальтер 85C. Возьму 85C. Изумрудного цвета. Вот такой вот красивый нежный бюстик. Чашечки тканевые. Тут есть косточка. Но чашечка тканевая. Очень красивая. Невероятно красиво сидит. Как раз для моей груди чашечка B вот прям идеальна. Стала ничего не топорщится, не торчит. Ну, очень красивое белье. Буду носить и чувствовать себя королевой. 1059 рублей. По-моему, обошелся мне этот бюстгальтер. У него лямочки такие, как будто бы шелковые. Кружево небольшое на лямочках. В общем, бюстгальтер очень красивый. Это по прошлому каталогу. Я в последние дни похватилась. Заказала. Прям много-много баночек живицы. Масло кедровое и живица. Так, засвечивать будет. Вот так. Масло кедровое и живица. Артикул 157,28, 90 капсул. И я взяла вот тут целый пакет, потому что это для всей семьи. Я прям буду в новогодние подарочки добавлять племянникам. Для укрепления иммунитета. Что еще я заказала? По 147 рублей. Это точно цену я помню. Так, давайте чуть освещение от меня отодвинем. Вот мой муж 100% будет ругаться за то, что я засветила кадр. Я заказала много мыла, потому что тут кинулась и последняя упаковка. Как раз у меня сейчас апельсиновая меренга. Это для пополнения дозатора 500 мл. Пахнет вот этот апельсиновой фантой. Артикул у него 27,41. Далее у меня два банановых и предыдущие. И это мыло оба кремовые. Классные, руки не сушат. Это банан у нас. Прямо мякотью банана пахнет спелого банана. 26,68. Есть еще кремовая груша. Артикул 27,42. Тоже так вкусно пахнет. Груша запеченная немножко с корицей. И не кремовое мыло, гель мыло. Артикул 27,43. Это лаймовый сорбет. Вот такой самый такой кисленький аромат. Например, банан у меня мама почему-то не любит. Вот я и отдаю лаймовый сорбет. Было два, остался один. Уже один пошел на помощь маме с бабулей. Чай, бронхо. Всегда должен быть дома. Артикул 15,669. Травяной сбор. Сейчас же мне обязательно в комментариях поправить. Обратите внимание, в первом каталоге травяные сборы опять будут по хорошей акции. Три по цене двух. Я в прошлый раз эту акцию проворонила. И когда в первый день каталога не заказала, я в последнее время, в первый день, как-то очень все время хочу спать. И когда дожидаюсь, что сайт заново заработает и добавляю товары, уже, ну, я в таком состоянии, что я очень хочу спать. Давайте я быстро захожу в раздел новинок, потом вспоминаю, что точно я помню, что я хотела. А потом, я все равно 2-3 заказа в каталоге делала. Так вот, в прошлый раз, когда я заказывала, по этой акции травяные сборы выходили всего 99 рублей. А сейчас по 110, ну, я заказывала. Вот. И я тормозила, не заказала. Потом мне пришлось из своих запасов все отдавать и то не хватило. Вот потому что бронха самый популярный чай. За 99 рублей работающий травяной сбор, это круто. Кстати, если вы хотите заказывать все по таким ценам, как я, под видео всегда есть моя реферальная ссылка. Фаберлик нельзя зарегистрироваться под компанию. У вас обязательно будет наставник. Но в том случае, если вы проходите по реферальной ссылке, вы сами выбираете себе помощника. Я абсолютно не навязчивая. Я против того, чтобы кто-то приставал кому-то что-то заказать. Я просто как обратная связь для вас. Если у вас будет какой-то вопрос, вы всегда сможете его задать и получить от меня помощь. Если не понадоблюсь, никогда и не напишите. И, в общем, общение не состоится. Я всегда за свободу. Так вот, когда в первом каталоге стартует эта акция, в первый день я сразу куплю пакетов 10. Потому что в прошлый раз, по последней этой акции, у меня их заказали 8. Так, сделайте выводы. А что я еще заказала? По акции каталога, по очень хорошей цене, парочка. Миниатюрка Мурмур. Тут внутри такой обычный флакончик, и к нему парфюмированный дезодорант. Парфюмированный дезодорант. Мурмуров у меня 2. Вот их 2. Артикул. О, 4 тройки. Вы представляете? Я даже не заметила. 4 тройки у миниатюры. И у дезодоран 35-22. Миниатюрки пойдут в подарочки моим племянницам. Я уже им дарила парфюмчики. Ну, они уже, ну, они девочки, им нравятся. Они у мамы постоянно таскали парфюм. Пусть у них будет свой. Как бы с подарки еще будет кое-что. Это не основной подарок. Дезодоранты вышли по 104 рубля. А парфюмчики 200 с чем-то. То есть, очень бюджетно, классно. Кстати, вы слышали эту новость, что теперь товары гигиены из стран, которые, короче, отрицательно влияют на экономику России, ну, которые, видимо, санкции против нас вели. Я точно не давала с подробностей. Просто где-то мелькнула. Вот. Будут вот такие товары гигиены, дезодоранты, гель для душа и так далее облагаться дополнительным 35-процентным налогом. Слушайте, ну, когда санкции ввели, вот, к примеру, Акс. Я всегда мужу покупала Акс Блэйк. Он вот прям, ему нравился этот аромат. По 139 я сначала выбрала, потом он стал 179. А потом, когда ввели санкции, я зашла в магазин, а он 409 или 419. Я покупаю мужу дезодорант. Вот, кстати, их два товара мужской за 110. То есть, я могу купить практически 4 дезика. Артикул 3619. И тут такие цены, если еще 35% добавится, ну, у меня просто ради интереса посмотрю. Потому что, кстати, вот такие аэрозольные дезодоранты, они заметнее всего подорожали, когда вот это был скачок цен в магазинах. Посмотрим. По очень хорошей цене мой самый любимый бальзам. Вот прям запоминайте. Это самый лучший бальзам по моей версии. Вот, например, сейчас я добиваю белый бальзам из Арису. Вот он все равно не такой. Вот после этого бальзама у меня волосы вообще идеальны. Они сейчас, в принципе, нормальны, потому что шампунь без СЛС и без СЛЕС. Видите, я вам как-то видео снимала, что у меня происходит, когда шампунь не СЛС. Но у меня вот здесь какое-то буйство. У меня появляется челка-психопатка, я так ее назвала, которая мешает мне жить, волосики мне все корят. Нет, сейчас все очень прилично. Полотно волос тоже более-менее нормально выглядит. Вот, но с этим бальзамом еще лучше. Артикул у него 87.50 и достался у меня за 110 рублей. Класснючий бальзам. Очень приятно пахнет медом. Тут мед и шиповник. Максимально натуральный состав. Биглю. Биглю это не мед, а... Как этот? Прополис! Прополис пчелиный клей это прополис. В общем, бальзам классный, 110 рублей, две штучки в запас. Это в прошлом каталоге. Я не заметила, девочки. Оказывается, Фаберлик мне за рубль подарили набор уходовой косметики. Это была акция. Подарок... Подарок вам и новичкам. Там, в общем, по этой акции, если сколько-то там периодов у вас по два новичка, которые выполняют первый шаг, вы потом получаете подарок. И вы представляете, я потом зашла и смотрю, у меня горит. В персональных акциях я даже при первом заказе не заметила. А когда уже в следующий раз заказывала, увидела активный спрей наш. У меня вот его мама любит больше, чем я, поэтому я ей отдам. Я им пользуюсь. Только для масок. И летом после моря отлично кожу восстанавливает. 0,256. Это вообще, в принципе, наша линейка кислородная. Главная линейка Фаберлик. Питательный крем у меня уже был. Я недавно вам его показывала в пустых баночках. Пенищейся маски у меня не было, потому что по отзывам я поняла, что это все-таки для комбинированной кожи. Но раз уж мне достался в подарок, я обязательно попробую. Досталась в подарок. Что еще? Наконец появились девочки. Я вам пост оставляла в сообществе YouTube. У кого-то картинки не отображаются. Мне спрашивали, что появилось. Это мини-патчи для проблемной кожи. Они у нас пропадали. Пока говорю, буду искать, как их открыть, чтобы вам показать. Они классные. Для чего нужны мини-патчи? Если у вас соскочил злодей, как я их называю, хотюнчик, чтобы от него за ночь избавиться, но не до конца, пятнышко там останется, но вот это воспаление пройдет. Нужны вот эти мини-патчи. Они на мне работали раньше. Я такими штуками пользовалась и скорее привезенными. Теперь, ну как бы уже давно есть компании, на время они пропадали. Это такие наклеечки кругленькие разного размера. Тут три размера, которые вы приклеиваете на... Скажу это в видео. Вот. Когда... Ну, у меня такие появляются дружки. Я когда наношу крем, я прямо обхожу эту зону аккуратненько. Вот. Чтобы она не была в креме, или уже надо дать крему впитаться, и потом сверху наносите этот пластырь. И вот такой воспаленный прям прищ, он к утру успокаивается. Они на время пропадали. Я прям их ждала, 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 ждала. Не дождалась. Заказала с Алиэкспресс. До сих пор не пришли. И тут появились они обратно в каталоге. Конечно, я заказала, я прям обожаю. Тут даже прописано 9 штук по 12 мм, 5 штук по 10 и 10 штук по 7. Суперская вещь. Советую. Всего 107 рублей соцпудра для умывания. Обожаю ее. Она энзимная. Она моет, очищает вашу кожу до скрипа. Там внутри, покажу, как такая перечница, солонка, маленькая, по каталогу не понять, 78-83. И вы эту пудру наносите на влажную ладошку, там много не надо, вот так вот ладонями вспениваете, она прям пенится, и начинаете умывать лицо. Идет реакция, энзимы расщепляют, удаляют все ненужные там роговевшие частички, белки, и кожа потом скрипит. Она отлично подходит для чувствительной кожи, для проблемной кожи. Я, например, считаю это как этапом обеззараживания, если я что-то, какую-то абразивную вещь на лице делала, чтобы, не дай бог, ничего вот на мою такую сильно очищенную кожу не попало, я обязательно умоюсь пудрой. Она ей помогает успокоить кожу и заживить, если вы где-то переборщили. В общем, она мне нравится. Это единственное правило, когда ее открываете, добавьте несколько рисинок внутрь, и когда вы ее используете, надавливайте на флакон. Да, он тугой, но если вы пару раз попробуете, у вас получится. Это в том случае, если она перестает хорошо выпадать. И уж если открыли, то пользуйтесь, пусть не каждый день, но хотя бы через день. И я этой пудрой заменяю второй шаг в БЦ-пилинге, потому что в БЦ-пилинге он жестковатый. И, кстати, я хотела сказать, почему такая акция. Смотрите, пудра произведена 0.2.10.20. Срок годности на упаковке указан. Так, это сухопродукт, он долго может храниться. Где-то я читала. 30 месяцев. Смотрите, в октябре этого года было 24 месяца. Значит, в декабре 26, ну, уже 26 даже с половиной, значит, осталось 3,5 месяца. Ну, я ее точно использую. Продукт классный, я однозначно советую. Пятновыводитель мне заказали. Спрей. Использую его, чтобы носки были белоснежными, чтобы зона подмышек была чистой. И мою косметические спонжи. Ну, и детские всякие ляпы на одежду я тоже им обрабатываю за 10-15 минут до скидки. Вы посчитаете меня ненормальной, но я все же вам покажу. В последнее время много продуктов выводят, и я испугалась, что выведут наш любимый кетчуп с мужем. Мы его обожаем. Кто меня давно смотрит, вы знаете. Так, я достала оба классических. В общем, я заказала 4 таких, 4 таких. У меня муж любит шашлычный, он уже один шашлычный унес на работу, и я люблю классический. Нет привкуса уксуса, нет сахара. Вот идеальный кетчуп, самый лучший, самый вкусный. Полезный для тех, кто сидит на правильном питании. И у меня будет, я заказала 8 упаковок. Вот это все кетчупы. Что еще? 333 рубля по акции в текущем каталоге, и в следующем тоже будут на акции гелевые стельки. У меня уже таких 2 или 3 пара, я в текущем 1 из 398. Но я заказала еще, чтобы просто не перекладывать из обуви в обувь. Все равно у любой вещи в нашем мире есть свой срок годности. Поэтому, если эти стельки должны перенести 2000 носок, ну пусть они... Каждый переживет 2000 носок, ничего страшного. У нас есть гелевая сторона, она такая немножко неравномерная. И черная сторона, где есть отметки, как подогнать под свой размер. Мы гелевой стороной кладем в обувь. То есть наша нога соприкасается с черной стороной. Кому удобно 100% будет, людям плоскостопым. И если у вас шип в пятке. Вот у меня... Я пережила этот шип в пятке. Так что я могу сказать, что для меня это прям было спасением. Я не могла просто надеть обувь без этих стелек. То есть так получилось, что в переходе между осенью и зимой... Нет, это еще не осень-зима была. То есть из теплой осени в холодную осень я переобулась в боли все пломов и не переставила стельки. Я завизжала. Это была, конечно, жесть. Поэтому вот если вы с шипами мучаетесь... Я даже иногда дома, так как пятки больно, я надевала кроссовки. Ну, естественно, чистые. С этими стельками просто, чтобы выжить. Что еще? Было два лака. Один уже у мамы. Лак у нее подвижной фиксацией. А это сильная фиксация. Артикул 2707, 184 рубля. Маме нравятся наши лаки. У нее короткая стрижка. Она говорит, что, например, подвижной фиксацией ей нравится тем, что волосы остаются живые. Она раньше всегда тафтом черную пользовалась, которая самая сильная. Но ей нравится, что она говорит, что у меня волосы, они форму держат, но при этом если руками трогать, они как будто бы без лака. Средство универсальное для полов. Сто раз показывала. Заказали. Артикул 30219. Конечно, для кого? Угадайте, для кого. А прямо остановите видео и напишите, для кого. Для бабуленьки моей. Гель для матья посуды с клубникой. Он ей только единственный подходит. Для ее супер сухих рук. У меня не настолько сухие руки, а еще у меня есть посудомойка. Я как-то бабушке говорю, бабуленька, вам тоже нужна посудомойка? Она говорит, а чем я заниматься буду? Это же мой хлеб. Ну вот. На самом деле, люди того времени для нас большой показатель за счет их трудолюбия. Вот моя бабуленька проработала на заводе. 40 лет это точно. У нее даже там есть ветеран труда и всякое такое. Причем она начинала с маленькой должности. Потом уже поднималась. Потихоньку был рост. И она такая трудяга. Она даже как-то вышла на пенсию. Она постоянно работала. То она сидела с девочкой, забиралась со школы, помогала сделать уроки. Потом она ухаживала за бабулечкой в соседнем дворе. И если так посчитать, можно сказать, что она работала до 70 лет. То есть зарабатывала деньги. Она и получала пенсию, и все равно постоянно трудилась. То есть она уже только когда мы в Калининград переехали. Кстати, можете меня поздравить. Сегодня, 20 декабря, я снимаю видео 20 декабря, ровно 11 лет. Как я прилетела в Калининград. Это как раз тоже было вечером. Я помню, мы приехали в полной темноте. Мы вообще не знали, что нас ждет вдвоем с мамой. Бабуля позже присоединилась. И было все такое другое, все такое незнакомое. Кто был в Калининграде, он поймет, да. Калининград очень отличается от всей России немецкими постройками. И мы еще как раз туда, куда мы приехали. Это такая часть города, где частная застройка, где еще тем более на тот момент город не был застроен новостройками. И мы когда проснулись, я помню, мы проснулись, 9 утра, еще темно. Потому что Калининград, он же ближе к полюсу. У нас, конечно, нету, как в Питере, да, там белых ночей. И у нас нету полярной ночи. Но все равно с Алма-Той это очень сильно отличается. И мы проснулись, и еще темно. И мы с мамой так лежим в кровати. И, в общем, вот это состояние неизвестности, но оно классное, знаете, предчувствие чего-то нового. Мы прилетели, мне было еще 17, и чуть больше, чем через месяц, мне исполнилось 18. И мы смотрим на все эти немецкие дома. И это абсолютно что-то новое. Это какой-то новый мир, совершенно другое. Конечно, потом, когда мы уже обследовали город, например, тот район, в котором у мамы квартира, там, в принципе, похоже, потому что там уже советские постройки. И некоторые дворы прям похожи на алматинские. Но вот в тот момент это было, конечно... Я бы, наверное, хотела еще раз пережить это чувство. Нет, вы только не подумайте, я не хочу уезжать из Калининграда. Но вот это ощущение чего-то нового. Или, может быть, потому что я была моложе, я только закончила школу, и вот как-то так было. Но это было классно. Вы простите, что я тут воспоминания, ну, как-то вот накатила. Кондиционер для моей мамы. Артикул 11855, розовый бархат. Мне эта отдушка не очень нравится, хотя очень люблю розу, вот, а маме нравится. И биогель для стирки. Это мне заказали артикул 10900. Подходит для домов с сейфтиками. Ну, и как вся продукция, что раз я повторяла, безопасна для аллергиков, для деток, вот, и для окружающей среды. И мне заказали два пятнового водителя. Видео о том, как этот пятновый водитель работает, есть на канале. Если что, пишите, я подскажу. Ну, что, мы добрались с вами до новинок. Новинка. Я даже, кстати, в каталоге не сразу разглядела, что у нас теперь появляется тоник. Ну, да, тоник подешевле. Тоник 177 рублей, софтнер 200 с чем-то рублей будет стоить. Ну, флакончик такой же, как и у софтнера, с распылителем. Артикул 1338. Вот что мне нравится, что в софтнере, что в этом тонике. Очень мелкодисперсное распыление. И вот этот горьковатый аромат цитруса. Вот как у нас Дона Феличия. Классно. И это будет однозначно мой любимый тоник. И, наконец, я заменю свой флакон. Потому что я в свой флакон от софтнера уже, какие только тоники не заливала, пора ему уже отправиться в переработку. А этот пойдет в использование. Надеюсь, я вам артикул сказала. Флакончик 1338. Конечно, от софтнера он отличается, потому что у софтнера, вот вы жидкость, когда будете смотреть, она немножко такая, ну, не сквисковатая, не липковатая. Как сказать? Ну, это не просто вода, это не просто тоник. То есть это как очень жидкая сыворотка. А это действительно тоник. Хорошо дает ощущение охлаждения, увлажнения. Восстанавливает кожу после стресса, с столкновения с водопроводной водой. В принципе, линейку BioGlow я очень люблю. Например, сейчас вот я использую мороженую, но я потестировала ее хорошо, посмотрела, что никаких реакций на кожу не дает. И крем с SPF, если я в этот день точно не выйду, потому что у нас только сегодня, наконец, плюсовая температура, использовала крем с сиянием BioGlow утром и жидкие патчи. И у меня еще сыворотка BioGlow, и у меня еще маска BioGlow. Я всю линейку попробовала, она мне очень нравится. Она с правильной... Куда я уже коробку делаю? Не найду, девочки. Ладно, в отзывах на новинки найду коробку. Так вот, там правильная формула витамина С. И действительно, эта линейка, она прям преображает кожу. Кожа становится плотнее, лучше выглядит. Ну, только учтите, да, что крем с сияющим эффектом, там реально есть такие мерцающие частички. Но, кстати, этот крем классный, как база под макияж. Я все сказала. Не совсем новинка, просто новый формат упаковки. Мне нравится, что Faberlic взял курс на то, что начал миниатюры последних ароматов вводить, потому что у нас долгое время в миниатюрах были только старички, а всех новичков... Ну, новички, в принципе, не выпускали. А сейчас исправляются. И вот теперь у нас есть и Валькирия. Я тоже, кстати, ее в новинках не заметила. У меня есть оригинальный флакон, но я взяла миниатюру, чисто вот кому-то в подарочек закинуть, 33-58. Аромат, который понравится всем. То есть, я, например, не люблю свежие ароматы, особенно акватические, особенно какие-то супер цветочные. Вот. Я люблю сладкие ароматы, терпкие, но вы знаете. Но вот этот аромат мне нравится. Он очень свежий, в нем нет лишних нот, в нем есть легкая сладинка и свежесть. Это не противно. То есть, у меня нет... Ну, в голове не возникает сравнения со свежителем воздуха. 244 рубля за классный парфюм. То есть, оригинальный флакон вы можете... Тут 30 мл в оригинале 50, и оригинальный флакон будет по акции 740. С моей скидкой. То есть, в три раза дороже, но там зато крышечка деревянная. Ну, красивый формат упаковки. Что еще? Ой, я вам не сказала, какая у меня помада. Сегодня у меня на губах помада, которую в текущем каталоге можно по акции взять, но в следующем будет еще дешевле. Каталог я уже заварила. В следующем каталоге она, по-моему, только 159, только 169. У меня в оттенке 408-70, и вот в стике она выглядит фиолетовой. На моей губах она все равно в розоватую ходит, но это особенность моей губ. Очень классная помада, она кремовая, невероятно приятная, и на зимнее время, когда губы сохнут, лучше нее нет. Там масло помадного дерева у нас. Вот. Еще в новинках у нас два новых ароматических композиции эфирных масел. Аромио Манифлоу, типа приманивание денег, или как там называется, и секси. Мне, конечно, не нравится название, но посмотрим. Так, в Манифлоу тут везде защита, открытие. Так, в Манифлоу нам обещают бергамот, сладкий апельсин, лаванда, амириз, витивер, шалфей мускатный, роза и ладан. Но композиция богатая, согласитесь? Сейчас посмотрим, чем на самом деле пахнет. Ладан я очень люблю. Вот, надеюсь, не обманули. Внутри, конечно, есть инструкция, артикул 1358. Ну, лаванда очень хорошо чувствуется. Конечно, надо варомодиффузор. Есть небольшая такая землистость, это ее дает лаванда. Вот, как вот бывает землистость в почули, так есть такая небольшая землистость в лаванде. Есть цитрусовые нотки, но мне нравится, что лаванда хорошо ощущается. Надо варомодиффузор накапать, потому что в аромодиффузоре ароматы, когда распространяются по комнате, они по-другому пахнут. Второй у нас секси, это сладкий апельсин, иланг-иланг, америс опять, марокканская роза и жасмин. Вот скажите, с чем у вас ассоциируются два таких аромата? Почули. Ну, почули, конечно, бывают разные, но для меня классические почули это запах сырости, многие говорят подвал, или, например, влажной картошки. Вот. А иланг-иланг для меня аромат дорогого мыла. Почему я так говорю? Потому что мой папа с Канады как-то привозил в подарок в невероятно красивой коробке кусочки мыла, кругленькие такие, с ангелами. И вот они пахли иланг-илангом. Поэтому для меня вот иланг-иланг это аромат дорогого мыла. С чем у вас ассоциируются эти ароматы? Да. Да. Стих-тих-тих-тих-иланг-иланг. Ну, какой. Я, конечно, не скажу, что это аромат какой-то сексуальный. Вот что апродизиак тогда выпустили с геранию, то, что там апродизиаки. Ну, там считается, что эти аромомасла воздействуют даже на нашу гормональную систему. Ну, ладно. Обалденный аромат. Слушайте, я вот этот закажу в текущем каталоге. Очень хорошая акция на смеси ароматических масел, потому что обычно на них там 45%, а тут 50-55. 296 рублей один флакончик, но это высококачественное, настоящее, господи, забыла, как называется, эфирное масло. То есть, если вы капните на бумажку, жирного следа не останется. Вот в аптеке все эфирные масла, которые я покупала, они были все-таки замес эфирного масла с чем-то. Ой, ну какой же приятный аромат. Тут помимо иланга, может, это америз так пахнет? Ну, вот это... Ну, да, я согласна. Наверное, из всех ароматов это такой самый сексуальный, самый женственный. Жаснин, роза, иланг-ланг. И вот какая-то своеобразная нотка такая. Возможно, это америз. Я не представляю, как он пахнет, надо почитать. Ну, мне очень нравится. Я... Я прям буду добавлять в гель для душа. Возьму, у меня есть цветочный... Мне нравится цветочный гель для душа, роза у нас. Я буду добавлять. Ой, как невероятно пахнет! Возможно, кто-то, кто-то, попробовав это масло, скажет, что пахнет... Кто-то говорит, это запах старости, кто-то ретро выговорит, что приятнее звучало. Но для меня это невероятно. Ой, я прям не могу остановиться. Вы замечаете? Я вдыхаю, вдыхаю, вдыхаю. Обалденный артикул 1357. Вот его однозначно советую. Ну, и теперь переходим к новинкам. Они пришли, конечно, в фирменных упаковках. Внутри все красиво, заслудировано. Два аромата. Вот в таких коробках. Тут даже QR-код, да, у каждого аромата свой QR-код. Артикулы на упаковке указаны. Так, теперь Queen Sheep Absolute She 3340. Я буду называть его малиновым. И Queen Sheep Empowerment 3341. Фиолетовый буду называть. Я протестировала оба. Еще раз говорю, что у нас будет отдельное видео, иначе эта распаковка будет на час. Потому что вот об этом аромате фиолетовом я хочу говорить отдельно. Мне нравится все. Мне нравится флакон. Вот если смотреть издалека, мне эти флаконы напоминают пешки на шахматной доске. Но только пешки, да, какие-то с королевских шахмат. Очень стильно, очень классно выглядит. Я боялась разочарования. В каком плане? Помните, у нас, когда вышла арабская линейка и у парфюмов вот эти кокошники. Когда вживую у них смотришь, они смотрелись очень топорно, очень некрасиво. Я переживала, что вот этот золотой шар будет выглядеть дешмански. Да, крышечка пластиковая. Вот. Ну, сам флакон, конечно, стеклянный. Завальцовано все хорошо. В принципе, все золотое. Вот. И очень красивый флакон. Давайте еще раз покажу. Давайте покажу вам оба. Вот он малиновый. Ну, они, в принципе, одинаково выглядят. Вы их только по цвету различите. Так, секунду. Закидала свои записульки продуктами. Так вот, сразу скажу про красный. Давайте прочитаем нотки. Надеюсь, у меня получится, чтобы они повисли на экране. У малинового аромата в старте красные ягоды бергамот, в сердце розы фиалка пион и в базе мускус пачули и парлины. Ну, учитывая стоимость этих ароматов, да, что они, ну, идут в раза в полтора дороже, чем наши дорогие, ну, как бы, средние теперь, получается, дорогие ароматы. То есть, эти флаконы по вип-скидке я взяла за 1200. Вот еще раз покажу вам флакон, чтобы вы могли полюбоваться. Этот аромат очень похож на семейство красных ароматов наших. Это что-то среднее между Ринатой и Захрата и Сахраа. Если что, на канале у меня есть видео, где я говорю как раз о Ринате, Захрата и Сахраа, Дезирабль, Love Potion от Арифлейм. Там же сравниваю с Амороморка Шарель. В общем, Абсолют Ши можно отнести именно к той группе ароматов. Достаточно такие узнаваемые. Да, это красные ягоды, это роза, это пралине и помадность. Вот когда, кстати, он этим ближе все-таки к Захрата и Сахраа. То есть уникальности в этом аромате нет. Если вам нравятся те ароматы, которые я перечислила, значит, вам этот понравится. Но стоит ли плодить их на полке? Ну, не знаю. Это, конечно, вы подумайте. Я, например, не жалею, что он у меня теперь появится на полке, потому что все те ароматы я очень люблю. Ну, просто это в ту же тематику. И опять, ну, как бы, опять ягоды, опять розы, опять сладость и опять помадность. Так что аромат очень понятный, достаточно простой. Нанесла, погуляла с ним. Нет прям какого-то такого раскрытия в нем. Ну, просто приятный аромат вот из той группы. Говорю, как есть, да? Простите мне, Фаберлик. Хотя я не думаю, что они смотрят мои видео и прям переживают о том, что я сказала. А вот аромат в таком... Ну, на просвете он прям фиолетовый. Такой глубокий фиолетовый цвет. Вот так, когда смотришь, он синий. Вот этот аромат потрясный. Я на самом деле, когда в каталоге читала, мне по трем нотам, которые были указаны в каталоге, больше красный нравился. Когда уже стали доступны новинки, я поняла, что, скорее всего, синий-фиолетовый. Смотрите. Пирамида опалденная. В старте грейпфрут, малина, красные фрукты. В базе черная смородина, ревень, роза, жасмин, розовый перец, мох. И в... Ой, в сердце это было. И у нас в базе потом с вами должны оставаться кедр, мускул, сандалы, пачули. Это первый аромат Фаберлик, которым я четко ощущаю пачули. Потому что до этого ароматы, кстати, вот тут тоже заявляют пачули, но не знаю. Может, конечно, у каждого свои пачули. Я знаю, что там бывает разновидности пачули, подвальные, не подвальные, шоколадные, не шоколадные. Это первый аромат, где я действительно ощущаю пачули. И они мне здесь очень нравятся. Стартует аромат... Я, знаете, я до сих пор, я вот его уже несколько раз наносила, и на себя, и на блотер. Для меня немножко непонятен старт. То ли этот спирт долго выметривается, то ли такой эффект дает грейпфрут. Потому что, когда только вы наносите аромат, есть какое-то такое вот, что-то среднее между горчинкой грейпфрута и спиртом. Потом ощущаю какую-то фруктовую, такую кислинку, ощущаю цветы, и ощущаю перец. Но больше всего мне этот аромат нравится в базе. Причем я вот даже после того, как наносила этот аромат, я сходила в душ, и он все равно остался на мне. И в душе я постоянно нюхала это место на теле, куда нанесла этот аромат. Кто-то скажет, что аромат ретровый, это ласково говоря, да? Кто-то скажет, аромат бабушкин именно в базе. Я думаю, за счет пачули. Аромат Powerment – это парфюм для тех, кто любит сложные ароматы. Я бы поставила, ну вот из того, что у меня было, ну давайте из того, что у меня было, я бы этот аромат именно в базовом звучании, так как он остается на коже, поставила в один ряд с Булгари Жасмин Нойер и, пожалуй, Гуччи Байгучи в бордовом флаконе. Он еще бывает в таком розовом, ну, какое-то розовое золото. Нет, в бордовом флаконе. У моей мамы был этот аромат, и не один раз. Там, маминой подруги муж привозила из Арабских Эмиратов, вот такой вот подарок делали моей маме. Вот. Я не говорю, что они одинаково звучат. Вот, я имею в виду по, ну, правильно ли так говорить, по уровню сложности, но действительно этот аромат, это что-то новое для Фаберлик. Если вот за красненький, красномалиновый, я бы еще подумала, то есть если бы у меня был пробник, пробников, кстати, на складе нет, я бы, возможно, не взяла, потому что, ну, уже есть несколько ароматов на эту тему, и зачем повторяться. А вот этот аромат, это что-то новое. Особенно, я вам говорю, база. В базе, когда он остается на коже, это приятные, не сырые почули, ну, в каком плане не сырые, что, да, они такие немножко землистые, немножко подвальные, но можно ли так сказать, что это сухой подвал? Ну, по крайней мере, для меня. Может быть, сейчас кто-то скажет, что я чушь говорю, ну, я говорю, как я ощущаю. В базе для меня остается небольшая такая кисло-горькая нотка ревеня, и нота, которую я не сразу распознала, но я прям не могла остановиться, я вдыхала, вдыхала, я на себя много нанесла, я пошла на улицу, я прям на шарф нанесла, и я поняла, что это за нота для меня. Это нота веточки помидора. Вот если вы берёте зелёные помидоры или вот молоденькие помидоры, вот у них веточка, да, и вот то место, куда крепится плодоножка, или как это называется, в общем, вот эта сама веточка помидора, она пахнет так зелёно-зелёно, и вот в базе я прям ощущаю вот эту веточку помидора. Я, конечно, понимаю, что это не для всех. Кто-то скажет, ну, что это какое-то извращение, а мне это нравится. Вот как в аромате Рината Сикрет, он же там, у нас, по-моему, он жирный лист, там тоже есть какая-то такая зелёная веточка, которая меня цепляет, хотя я не люблю зелёные ароматы, но здесь мне это нравится. И самое главное, что вот в этом таком томном звучании почули, ревеня, который, кстати, тоже не везде люблю, ревеня и вот этой зелёной веточкой помидора, это всё как-то обрамляется такой сладостью, но эта сладость, она такая не яркая, не давящая, не приторная. Вот она такая, как будто вот так, раз у вас перед носом, то есть ты её ощутил, но она тебе не присытила, то есть вот для меня интересный парфюм, если мне его хочется вдыхать вновь и вновь. С малиновым, красно-малиновым, этого нет, всё, я вот его один раз вдохнула, я всё для себя поняла, да, сразу все налоги провела, всё. Этот аромат хочется вдыхать вновь и вновь, хочется ещё, ещё какую-то грань, ещё какую-то грань. В принципе, ну я только мох не могу здесь отличить. Да, вот есть какая-то ягодность, да, вот малинка, чёрная смородина, тоже со своей кислинкой есть. Роза и жасмин есть какой-то момент вот этой цветочности, причём которую я люблю, а я как раз в парфюмерии люблю только два цветка, это роза и жасмин. Но вот это невероятное звучание вот этих трёх ярких нот и их четвёртого сателлита, так скажем, спутника, заставляет заново и заново вдыхать, заново. И причём такое ощущение необычное, вот ты вдыхаешь, и как будто бы у тебя немножко так, такая сухая колкость какая-то, вот как будто бы... В общем, я расскажу вам в отдельном видео. Вы смотрите, я обещала, что не буду вдаваться в подробности, но в итоге я уже 10 минут рассказываю про эти ароматы. Просто для меня ароматы, это многое в моей жизни, так как зрение меня подвело, обоняние у меня очень развитое, да, одно чувство. Нуждаются в прокачке, зато обоняние у меня очень чувствительное, и я живу ароматами, я с детства всё нюхаю, и поэтому я об ароматах и об ощущениях, которые не дают, могу долго говорить. Я ещё буду тестировать его, так как вечером он только появился, у меня было, ну, несколько часов буквально на его тестирование, я проверю его стойко, сейчас на ночь его нанесу, буду лежать, дыхать и думать, какие ассоциации ещё у меня есть, кроме помидорной веточки, и расскажу вам в отдельном видео. Но пока я довольна, я считаю, что именно этот аромат стоит своих денег, потому что он интересный, он многогранный, он не монотонный, он всеми красками, то есть в нём есть все по порядку, вот эти, как, уровни, да, и он прекрасен в базе, он очень дорого звучит в базе, вот как масло секси для меня пахнет мылом, чем-то элегантным, дорогим мылом, так и для меня этот аромат такой достойный, богатой женщине, женщиной, сильной, но я не могу сказать, что властной, а вот просто такой элегантной, женщина, которая не гонится за модой, а именно, которая есть свой вкус, свой стиль, и это классно. Ну всё, мои дорогие, напоминаю, что под всеми моими видео есть моя персональная реферальная ссылочка, пройдя по которой, вы сможете зарегистрироваться, получить скидку, как минимум 20% на всё, и подарок за первый заказ. Если будут вопросы, обязательно пишите в комментариях, и если вы тоже заказали эти парфюмы, пожалуйста, поделитесь, что вы ощущаете. Напоминаю, если вам несложно, напишите в комментариях, с чем у вас ассоциируется Иланг-Иланг и Пачули. На всё, мои хорошие, до встречи в новых видео, всем пока-пока.